Дон Кихот из романа Сервантеса – это мечтатель и фантазер, безумец для внешнего мира, но на деле человек, который не хочет мириться с унынием и серыми буднями, а потом и отправляется на поиски приключений. Вызов этому мир бросает и наш сегодняшний герой – творчески одаренный художник и скульптор, мастер с большой буквы Александр Лазерко. Если бы не было Дон Кихотов, то мир был бы серым и убогим, понимаете? Это разница того, что как белый ворона. Если бы не белый ворона, то мы хотели бы в шкурах до сих пор, как в храме на веке. Такие люди должны быть, понимаете? Они должны быть. Каждая работа – это диалог художника и творческой личности со зрителем. Просто мысль здесь передается не вербальными символами, а в красках, цвете и линиях. Это целая философия, где главное – восприятие образа и впечатления от отдельного произведения. Не ищите здесь простых ответов, их нет на поверхности, ведь даже материалы для своих работ автор находит там, где и в голову не пришло бы искать обычному обывателю. Это Мариону Дуб. Дерево только 300 лет в воде пролежало. 300 лет. Я вообще люблю саму музыку классическую. И связываю это все с музыкой. Вот виолончель. Вот посмотрите. Разлетело. Видите там с твоей стороны, да? Посмотрите. Она как парус идет, движение. Здесь образ является. Александр Лазерко не только сам воплощает свою философию в творческие образы на холсте и в скульптуре, но как мудрый наставник и грамотный педагог, также учит своих воспитанников самовыражаться в искусстве, благодаря чему есть уже первые победы и достижения. Мне очень нравится заниматься с Александром Альбертовичем. Чаще всего я рисую пейзажи и даже победила в международном конкурсе и заняла первое место. Я с ним очень хорошо занимаюсь. Он мне подсказывает, что там нужно доделать, как сделать, ну какие детали добавить. С помощью него она училась рисовать новые картины, придумывать что-то новое и выражать это на листе бумаги. Выражать свои чувства и эмоции в творчестве, быть выше безразличия поседневности и не бояться быть непонятыми людьми. Все это отличает истинного мастера кисти и человека искусства.